друзья сейчас я хочу рассказать вам про торговлю с плечом почему я торгую с плечом и в чем здесь сложности в чем здесь проблемы в чем кайф на самом деле смотрите предположим что у нас есть возможность есть вероятность того что какой-то актив вырастет в течение месяца ну скажем на 45 процентов хотя бы вы видели что это возможно на примере американского рынка вы видели бывает такой рост бывает рост и на российском рынке в частности сейчас идет дивидендная ралли по многим компаниям и соответственно там рост бывает там ну скажем 456 процентов за месяц итак смотрите у нас предполагаемый рост в районе p равно 4 там ну предположим 6 процентов за месяц 46 процентов за месяц у нас доходность поэтому значит если мы вложили в актив сумму а то у нас через какое-то время будет 1 плюс п ну если доходность не процентах а измерять в ну предположим что это будет пять процентов то это будет 0.05 это п доходность то есть один плюс п у нас будет ну 1.05 то есть мы умножим на 1.05 из-за того актива который был ну это значит что был актив вот такой плюс а умножить на п на 0.05 то есть здесь все понятно да вот теперь дальше смотрите но если у меня не хватает денег или например я хочу ну я предполагаю что у меня будет доходность пять процентов и я хочу получить деньги сказать но доходность от активов которых у меня просто нет я могу их взять в долг и сколько я могу взять долг вот у меня есть активов на счете а но в частности вот у меня например там на счете сейчас там ну больше 400 тысяч там вот и плечо который дает брокер то есть я могу взять кредит у брокера плечо он дает один к трем насколько я помню там или один к пяти я не знаю вот но я хочу взять один к одному то есть у меня там есть 400 тысяч я возьму 400 тысяч в кредит то есть я беру в кредит сумму b в кредит и если я взял сумму b в кредит то у меня соответственно будет через какое-то время что у меня будет b ну то что было плюс b умножить на п и минус процент по кредиту как вычисляется процент по кредиту вы знаете что на тарифе универсальный 16,4 процента годовых делится на 365 дней в году и умножаем на n количество дней ну и чтобы привести к общему значит выводу делим на 100 вот чтобы это было ну в долях а не в процентах вот соответственно такая штука ну да и на какую сумму эти проценты я заплачу тоже на сумму б выносим б за скобку равно б умножить на единица плюс п это то же самое что и было у нас и минус 16,4 делим на 365 и умножаем на n поделить на 100 равно но предположим что 30 дней давайте посчитаем вот эту сумму здесь у нас ничего не меняется поэтому мы можем на сразу ее посчитать то есть мы можем переписать здесь равно б умножить на единица плюс п и минус 0 точка 0 ну здесь 449 мы округлим это до 5 0 45 поделить на 100 и умножаем на n вот вот такая цифра получается что у нас здесь получается если п например 5 процентов а мы взяли кредит на 30 дней то мы получим пример кредит на 30 дней доходность п равно ожидаемая доходность надо сказать 5 процентов она может быть больше может быть меньше либо отрицательно вот доходность 5 процентов что у нас получается у нас получается следующее вот мы получили данную цифру вот равно еще раз так и мы эту цифру 0.045 умножаем на 30 ну сургут нефтегастрейфами я взял на 35 дней поэтому на 35 равно за 35 дней 1.57 процента процента таким образом смотрите у нас если п в процентах считать то соответственно получается что мы будем в плюсе если у нас п будет больше чем вот эта сумма да вот это вот сумма у нас получилось 1.57 процентов то есть денег у меня не было вообще вот но я взял их в кредит 400 тысяч и если у меня п будет больше чем 1.57 процента за 35 дней то я окажусь в плюсе вот почему я взял этот кредит вот давайте посмотрим ну здесь 1.57 а ожидаемое п равно пять процентов то есть смотрите процент по кредиту у нас сколько там если умножим на 2 это будет 3 процента на 3 в 3 раза процент по кредиту который мы заплатим в 3 раза ниже чем то что мы хотим получить то есть получается что 1 к 3 в общем сказать как бы ставочка у нас весьма и весьма неплохая теперь дальше что отсюда еще следует чтобы нам не попасть в убытки у нас должно быть вот эта сумма больше нуля п минус 0.045 поделить на 100 и умножаем на n должно быть больше нуля ну соответственно здесь видно очевидно что п должно быть больше чем 0.045 поделить на 100 и умножить на n ну если сказать на 100 это как бы проценты то есть 0.045 умножить на n значит смотрите что получилось получилось что если акция сургут нефти газ больше чем 41 536 рублей за штуку то прибыль будет какая прибыль ну все что сверху вот вот она сейчас акция ну стоит 41 там как раз вот эту сумму она сейчас стоит я надеюсь что она подорожает до 44 если она подорожает до скажем 43 53 то есть на 2 рубля то я получу соответственно 2 рубля умножаем на 10000 акций равно 20000 рублей если она подорожает на 4 рубля то соответственно я получу 40000 рублей чистой прибыли вот поэтому я взял акции в кредит я вам говорил что я ожидаю роста до 44 посмотрим случится это или нет поэтому наблюдайте пожалуйста за моим каналом за моими видео ну а сейчас спасибо за внимание с вами был Демитко и Юрий agina о и и и в в в в и в в в в